КОРОНАВИРУС Ситуация со штрафами в апреле изменилась после вступления в силу нескольких важных документов. 1 апреля Владимир Путин подписал как бы поправки в Кодекс об административных правонарушениях КОАП. Они ввели ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 13 апреля постановлением правительства был серьезно расширен список служб, которые могут составлять протоколы. Выписывать штрафы для нарушителей режима ЧС теперь может не только полиция, но и МЧС, Росгвардия, ведомственная охрана Росжелнадзора и профильные службы Росатома и Роскосмоса. Кроме того, сейчас наказания могут отличаться от региона к региону. Например, свои штрафы и другие санкции для обеспечения режима повышенной готовности вписали в КОАП власти Москвы. А сейчас в столице к тому же нужно получать цифровые пропуска. Подробнее об этом нововведении вы можете посмотреть в интернете. В настоящее время штрафовать граждан могут за нарушение санитарных правил, а также индивидуальных предписаний на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. В случае смерти человека, но при отсутствии уголовного состава, штраф может вырасти до 400 тысяч рублей. Это предусмотрено дополнениями в статье 6.3 КОАП РФ о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ее дополнили двумя частями, в которых разрешили штрафовать за нарушение при возникновении угрозы распространения заболевания. Вторая новая статья 2.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Штраф для граждан от 1 до 30 тысяч рублей. Конкретные нарушения в поправках не прописаны. Термин «карантин» описан в законе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, но его власти не объявляют. А определения самоизоляции в законах тоже пока нет. Кроме того, статья 27 Конституции РФ гарантирует право на свободное передвижение, ограничить которое можно только объявив режим чрезвычайного положения, который описывается в отдельном федеральном конституционном законе. А этого пока не сделано. Некоторые адвокаты указывают, что на практике многое зависит от региона. Наиболее активно пытаются штрафовать в Татарстане за походы в магазин, поездки к родителям, походы в банк для оплаты кредитов и тому подобное. Важно, что полиция составляет протокол о возможном правонарушении. Решать было ли оно на самом деле и как за него наказать должен суд. Как нас уверяют, сейчас суды, как правило, встают на сторону граждан, если речь идет о формальных нарушениях. Дела прекращают, якобы в связи с малозначительностью, ограничиваясь устными предупреждениями или назначая штраф меньше минимального со скидкой до 50%. Если кто об этом знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Лично я такого пока не слышал. Более жесткие меры ответственности предусмотрены в Уголовном кодексе. Там речь идет о случаях, когда заболевший случайно заразил других. Штрафы в этом случае могут достигать 2 миллионов рублей. Если заражение было намеренным, это уже не нарушение изоляции, а другие статьи вплоть до терроризма. Вот, например, особенности штрафов в Москве. В Москве выявлено больше всего заболевших коронавирусом. Новые ограничения в связи с режимом повышенной готовности в Москве прописаны гораздо более конкретно. Особый режим введен указом мэра Сергея Собянина и действует с 28 марта и продлится минимум до 1 мая. В нем есть четкий перечень того, зачем можно выходить из дома. Как то, поездка на работу, если это необходимо, обращение за экстренной медицинской помощью, поход до ближайшего магазина, аптеки, банка или другого работающего сервиса, прогулка до мусорки, выгул домашних животных около дома, не дальше 100 метров. Сначала эти ограничения действовали для москвичей от 65 лет и старше, затем их распространили на всех. За все остальное могут выписать штраф. 4 тысячи рублей на первый раз, 5 тысяч рублей при повторном нарушении или если нарушитель на машине. В этом случае автомобиль могут забрать на штрафстоянку. Правда, есть лазейка. Например, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов говорил, что на машине можно беспрепятственно покинуть город, например, чтобы добраться на дачу и самоизолироваться. Можно ли в Москве штрафовать по федеральным и более высоким тарифам? Вопрос для юристов дискуссионный. Но 13 апреля стало известно, что первую кампанию нарушителей самоизоляции Солнцевский суд в Москве оштрафовал по федеральной таксе 45 тысяч рублей на троих, то есть по 15 тысяч рублей на одного. В любом случае, важно помнить, полиция или ДПС могут лишь составить протокол и зафиксировать возможное правонарушение. Разбираться в том, было ли оно на самом деле, будет главное контрольное управление города. И если его решение вам кажется неверным, его можно оспорить в суде. Также стоит помнить о том, что права человека никто не отменял, но и нарушать законодательные акты тоже не стоит. Помните о своих правах, но и уважайте интересы окружающих вас людей. И если вы чихаете или кашляете, обязательно одевайте маску. Друзья, если видео было вам полезно, не поленитесь поставить лайк, не стесняйтесь комментировать, подписывайтесь на канал, делайте репосты. Добра и света! Субтитры сделал DimaTorzok